друзья значит часто спрашивают опять же я видите последнее время снимаю видосы по вашим запросам что называется чем у меня обвешена аркой и почему этим сейчас все расскажу скажу какие-то ремарки скажу планы на будущее и так далее значит собственно вот сама арка она как бы вот вот она вот она вся и к ней в догонку вместо фонаря могут еще ставится вот такие вот сушки харрис с кронштейном вот что time но сразу скажу кронштейном доволен не очень у него значит система какая что вот это его блокиратор и чтобы его из закрытого состояния соответственно вот так она когда он утоплен то открыть это все можно а когда он поднят то открыть это все а ну понятно сейчас при уме на 1 евро наоборот когда утоплен нельзя да когда открыт то можно вот так короче этим он не очень удобен на самом деле потому что надо было брать в общем-то крон от ларю но я пожадничал 50 процентов стоимости и вместо того чтобы взять там крон за условно 8 10000 взял за 45 не помню точно и конечно ну то есть работает в принципе бог с ним но конечно если бы мне надо было этого не время от времени ставить для пристрелки и каких-то там особых задач а вот ну там часто снимать одевать обратно я бы конечно этот продал купил другой но пока работает сам по себе он держит нормально регулируется все с ним бодро но сошки харрис в рекламе не нуждаются с ними тоже все хорошо так что как бы можно их сразу отложить дальше следующий элемент который я сейчас сразу откину чтобы нам не мешало про него расскажу это 2 одноточечные ремень от stitch profi вот соответственно когда надо он двухточечный когда не надо одноточечный у меня он в основном стоит в одноточечном режиме учитывая особенно его цену ремень топовый потому что он стоит полторы тысячи рублей вот ничего в общем за такие деньги лучше и даже близко не найти единственное что в нем одновременно и хорошо и плохо это вот это вот резиночка значит хороша она тем что на одноточечном режиме да и просто двухточечном режиме это очень довольно удобно но минус этой системы в том что если мы используем ремень как двухточку и при этом через пропущенный как было под локтем до используемого в натяг для стабилизации оружия на дальние выстрелы то вот эта резинка она растягивается и стабилизации собственно не происходит как в ремень не настройте поэтому в этом смысле ремень не лучший но все под задачу называется да то есть если вы предполагаете подобное но нужно просто другой ремень и все ну что поехали с конца сразу скажу кто-то об этом знает кто-то нет по большей части на это ружье ничего не ставил я его только покрасил доставил какие-то мелочи потому что я его купил сразу вот в таком вот виде и ничего не менял потому что с предыдущим хозяином у нас очень много схожих как взглядов на оружие его применение скажем так более того этот же человек меня и учит вы пользоваться оружием поэтому менять мне ничего не пришлось меня у всех устроило все что в нем есть вот ну почти все сейчас оговорюсь просто до чего-то руки не дошли но сейчас разговаривать значит приклад у меня макпул то ли ctr то ли 5 с я в них нихрена не понимаю сейчас попробую показать вот такой вот короче макпул устроил у меня тем что удобная кнопка позиционирования и при этом он достаточно узкий то есть если сравнить его с каким-нибудь там fab defense например с популярным там джейл кором или даже с dlg он по моему вообще самый узкий из них из всех а в итоге как бы много работы с оружием я понял что узкий приклад это хорошо вот ну плюс такая дополнительная блокировочка как бы от снятия хотя в общем дело такое труба не знаю чья гайка не знаю чья антабочка вот это стоит макпуловская очень удобная мне очень нравится потому что когда мне это не надо обычно мне это не надо я это всего так вот зажимаю у меня ремень находится в самом удобном для меня положении если что-то надо поменять но чуть отодвинул ремень освободился значит рукояточка взвода это aliexpress двухсторонняя значит закос под raptor в первом видео про арку своем общем я рассказывал значит про эту рукоятку мне пришлось ее допиливать я подозреваю что просто мне не повезло конкретно с этой рукояткой благо мне ее подарили думаю что с другими таких проблем не будет эту я пилил дремелем значит двухсторонний предохранитель самый обычный ничего в нем особенного нету задняя рукояточка вот это значит этот dlg как вы можете видеть для а к платформу dlg вообще самые топовые самые лучшие рукоятки какие только можно придумать она вот и для меня по крайней мере да она такая и она хороша тем что вот я совместил сейчас условно спуск понятно что есть небольшое смещение по высоте но вы видите совершенно другой угол рукоятки то есть рукоятка air платформы она сильно смещена назад рукоятка для а к платформы она более вертикальная и очень жалко что нету у dlg точно такой же рукоятки как на а к только для air и связи с этим это будет та часть которую я поменяю как раз со временем смотрю сейчас на дэниэль дефенс эрго грипп поставлю видимо какую-то из них когда деньги на это будут у эсэм здесь стоит гейзель какой-то старенький но очень бодрый сейчас я покажу хорошо достаточно настроен подниму поближе камере то есть вот как бы это все весь его ход давайте еще разочек с этой стороны покажу вот собственно весь usm очень 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 удобно кнопка тут вроде бы стоит штатная не знаю болт кейлер как и сама система здесь стоит газ пистон вместо газовый диай это адам армс как вы можете видеть вкратце значит про газ пистон я подробно рассказывал в опять же общем видео про арку я думаю что если кому-то будет интересно то стоит просто туда зайти посмотреть на двух словах эта система которая поршневая если вы знаете в арках стоково идет газовая система которая забирает газ сейчас покажу где он тут вот в газовом блоке прогоняет его через весь над стволом через газовую трубку из засылает все в болт кейлер и таким образом работает автоматика вот газ пистон это поршневая система схожи но скорее даже с кс чем сака то есть газ вот здесь в газовом блоке толкает поршень поршень бьет болт керри за счет этого происходит вся работа не в ска с оговорился конечно в свд вот ближе к свд даже чем какая вот это у меня стоит от адам армс соответственно благодаря этому гораздо меньше грязи вот его просто вообще нет потому что все что попадает попадает вся вся грязь какая ствольной коробки это вся грязь от непосредственно работы капсуля и выстрела пули ну то есть выстрела патрона возвратки никакой нету ну там что-то от ствола может быть летит из-за банки но это тоже минимум а вся эта грязь которая собственно летит в калаше или в стандартной аэр системе и здесь нету она остается в стволе и вот тут вот видно немножечко грязи вокруг газового блока она просто вылетает вот в этом месте на улицу здесь стоит поставлены купленный на алиэкспресс и замененным винтиком рычаг выводящий работу с кнопкой затворной задержки под указательный палец чтобы добиться максимальной амбидекс 3 когда-нибудь поставлю кнопку тоже двухстороннюю чтобы все можно было делать двумя руками прицел здесь как вы можете видеть brevis это пилат пока он мне очень нравится никогда бы не подумал что мне понравится отечественный прицел но вот этот прицел мне очень нравится хочу к нему еще потом в догонку поставить ну либо сюда либо сюда может быть наоборот вперед вытащим на цевьё но вряд ли поставить коллиматор под 45 градусов попробовать посмотрим что будет цевьё цевьё здесь от samson tactical да честно говоря просто цевьё как цевьё со своим минусами со своим плюсами значит минусы у него в том что у него не млоки у него как вы можете вот по этим отверстиям понять своя система там используется такая закладная специальная в нее вворачиваются винтики и это все внутри происходит закладная внутри винтики снаружи и к ним крепится соответственно уже вот такие вот ну пикатинки или еще что-то но не знаю честно говоря обычный мог был бы удобнее но под моей задачей мне хватает слотов больше в общем ну как бы ради того чтобы это просто было блок менять хорошее цевьё и тратить в это деньги ну мне не хочется дополнительно поставил антабку под использование двухточечного ремня это rtm рукояточка передняя эта компания rtm почему он собственно такая рукоятка и почему такая антабка от rtm антабка самая простая просто мне понравилось во первых я смогу недорого достать вот потому что я знаю хозяина rtm я его уговорил на скидос во вторых очень просто ставится большое большая петля и которую неважно какой-то стороной куда поставишь и в какую сторону те надо ремень опустить и у тебя все займет одинаковое положение к этому тяготею вот и опять же ставится на пикатине что меня устроило rtm пилау значит сейчас они уже есть непосредственно с поставкой на им блок но здесь для меня это не имеет значения такая рукоятка у меня стоит и на калаше и на арке чем хороша во первых контейнер с крышкой ну условно герметичным вот крышка плотно сидит сама по себе не выпадет сечение она овальная если вы сожмете как бы руку в кулак условно до обхватить что-то увидеть что у вас это не круг идеальный это скорее овал и вот он как раз этот овал и получается плюс конкретно пилау потому что при необходимости можно взяться и полной рукой но чаще всего все таки сейчас переверну чаще всего все таки за оружие я берусь с подхватом как бы и для этого не нужна длинная рукоять она будет только место занимать при этом отсюда я могу что с сложенным пальцем что вытянутым пальцем что из подхвата так или иначе пальцем да ну сложно снять но меж тем вот тоже дотянуться до кнопки фонаря вот поэтому собственно и выбрал именно rtm но плюс дюраль все-таки не пластик сразу забегу вперед треугольные рукоятки ну во первых вообще на давайте сразу скажем что во первых вообще передняя рукоять это не то чтобы сильно необходимый атрибут по большому счету вообще передние рукоятки это чисто адресная история у меня карабин небольшой соревнованиях часто используются стенки там туда-сюда ну и в целом как бы я решил что себе рукояточку поставлю вот в каких-то условиях там в работе с машиной в работе в городе она может пригодиться плюс у меня проблемы со связками запястья и без нее просто на ну скажем так если буду держаться не с подхватом а просто за цевьё у меня очень сильно начинает болеть запястье здесь как бы этот вопрос решается как раз за счет того что я держу подхватом плюс когда ты работаешь на жаре рукоятка конечно нагревается меньше чем цевьё и если много поливать в 30 градусную жару туда же цевьё даже на арке разогревается довольно сильно рукоятка все еще нет и позволяет тебе работать даже без перчатки вот отдельно как бы остановлюсь на треугольных рукоятках считаешь у полное говно вообще лютейшая дичь и ни на что не способствует абсолютно ни на хват ни на удержание ни на что наоборот делают только хуже потому что чем ближе вы держитесь к оси оружия рукой тем ваша фиксация ружья она надежнее чем вот это вот все ниже опускается до ваше удержание чем больше вот это все болтается треугольные рукоятки любом случае отрывают вас от цевья и при этом ничего особо не дают в ту же топку как бы в тот же гарбич я лично определяю все хендстопперы потому что ну тоже вам не надо на самом деле натягивать на себя ружье это глупости все вы таким образом только включаете мышцы которые не нужны вызываете излишний тремор и все остальное если вы не в курсе то вообще-то стрельба это такая история которая происходит с расслабленного состояния максимально и хендстоппер в этом смысле опять же ничему не помогает а только вызывает позывы натянуть на себя ружье что вызывает излишнее напряжение если у вас там задача это сделал три выстрела на дальняк и потом как бы все ну да это можно использовать но этого можно добиться и он с помощью такой рукоятки как у меня и с помощью еще хреновой горы всего и с помощью того же длинного макпуловского хвата в любой другой ситуации в этом нет никакой необходимости фонарик улайт пл2 про него фактически есть отдельные видео не только про него есть видео мое она лежит у нас на канале называется ликбез о подствольных фонарях там я рассказываю и обозреваю основные скажем так по крайней мере оружейные системы фонарные со встроенной со встроенным креплением на планку пикатине в том числе там месте фонарь валькирия правда не пл2 пл валькирия про у него не съемные аккумуляторы зато есть магнитная кнопка и магнитная зарядка вот и там вы можете все посмотреть и узнаете почему я выбрал именно этот фонарь ну и баночка просто баночка вот собственно и все красил сам красил краской мотив мотив камуфляж если будет интересно потом отдельно сниму видео что-нибудь буду красить сниму видео как она собственно красится ну да больше здесь собственно ничего и нету так что на этом видео заканчиваю спасибо вам за внимание всего доброго будут вопросы пишите как обычно в комменты в личку куда угодно на все отвечу либо письменно либо сниму какое-нибудь новое видео если идея покажется мне интересно